Всем привет! Сегодня приготовим простейшее, но при этом очень вкусное блюдо греческой кухни лохану ризо или капуста с рисом. Но сначала подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. Берем морковку покрупнее, трем ее на крупной терке. Луковица нужна тоже не из мелких. Режем ее, как умеем. Нам нужны порезанные томаты или томатная паста. Оливковое масло. Кухня же греческая. Небольшой качан капусты. Режем его, как умеем. Процесс творческий, главное, чтобы нарезка капусты приносила удовольствие. Нужно взять 200 грамм риса. Лимонный сок. Всего 1 столовая ложка. Берем специи. Смесь перцев, кориандр, соль и сахар. Свежая зелень, петрушка. Тоже порезать. И чистая вода. В глубокую сковороду вливаем оливковое масло. Всыпаем нарезанный лук. Лук обжариваем пару минут. Затем добавляем в лук натертую морковь. Перемешиваем и обжариваем 3-4 минутки. Затем всыпаем капусту. Перемешиваем хорошо. Накрываем крышкой и тушим 10 минут. Затем добавляем порезанные помидоры. Вливаем столовую ложку лимонного сока. Дальше всыпаем специи. Все пропорции будут в описании к ролику. Хорошенько перемешиваем. И добавляем рис. Прелесть этого блюда в том, что если вы хотите капусту с рисом, то добавляйте побольше капусты. А если вы хотите рис с капустой, то смело добавляйте побольше риса. Теперь вливаем чистую воду. Вода должна покрыть все продукты в сковородке. Теперь доводим до кипения. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим 20 минут. И ориентируемся на готовность риса. Если вы любите более твердый рис, то поменьше немножко времени. Если более мягкий, то уже там по ситуации. В самом конце добавляем зелень. В моем случае сегодня получился рис с капустой. Ну, так мне больше нравится. Надеюсь, вам понравилось мое исполнение греческого блюда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю вам творить на кухне, наслаждаться результатами. Еще приятного аппетита и до новых встреч!